Всем привет! Сегодня еще одно видео сделаю по вот этому вот видеорегистратору и полный обзор по ссылке смотрите. Второе видео я тоже делал отзывы об этом видеорегистраторе спустя не помню уже. Это уже наверное 3 года прошло, а я делал спустя 2 года. Ну короче работает, отличный вариант. На другие видеорегистраторы, ну как бы не вижу смысла делать обзор. В рекламных целях может быть и сделал бы. Но посоветовать могу вам только вот этот. Ну на данный момент пока. Может кто мне покажет более достойный и лучший вариант видеорегистратора, я сделаю обязательно видео обзор. Значит сегодня по видео по этому регистратору по какому поводу. Если вдруг у вас есть уже приобрели вы, ну а кто не приобрел смотрите как можно эту проблему будет решить в случае чего. Ну как с любыми устройствами, с электроникой иногда встречаются какие-то сбои, баги, какие-то проблемы. Значит как можно решить. Давно я, наверное на протяжении года или полтора, да не, наверное на протяжении двух лет пользовался. Не первый раз я его настроил по приложению. Потом приложение, телефон поменял и в общем-то приложение то вообще забыл о нем. Пользовался тупо видеорегистратором, писал он на карточку, что нужно просматривал. Использовал видеорегистратор, как я вам показывал, так же как просто домашнюю видеокамеру любительскую. И тут просто решил скачать приложение. Чего-то мне вспомнилось. На тот момент, когда я приобретал видеорегистратор, приложение было кажется не русифицированное. Сейчас вот приложение Wii и видеорегистратор кажется. Ну в этом, в плеймаркете так и набирайте, с такой иконкой выдаст. Зашел в приложение, подключил видеорегистратор, увидел, что это все дело, смотрите, русифицированное. И так же в прошлый раз у меня выскочило, обнаружено новое ПО. Видеорегистратор в данный момент, ну лучше, если же вы находитесь в автомобиле, подключить его к прикуривателе, чтобы было постоянное питание, не на встроенный аккумулятор его. А если вы дома находитесь, то просто к пауэрбанку его подключаете и запускаете, чтобы он был в подключенном режиме. Включаете ему Wi-Fi для соединения с приложением, со смартфоном. Если Wi-Fi выключен, вот иконка, а, включен, у меня включен. Как включить, заходите в настройки, вот этой вот кнопочкой, и листаете Wi-Fi. И нажимаете еще раз на кнопку, на кнопку вот с шестеренкой, и у вас Wi-Fi включится. Выходим из меню настроек, выбор устройства. Все русифицировано. Вот что мне понравилось. Соединение установлено. Может выдаст у вас, какой сразу видеорегистратор привязать, потому что это общее, сделали они приложение. Видеорегистраторы и у них разных есть модификаций, уже есть более новые, современные. Поэтому там может быть выбор у вас. Выберите. И вот, и вот картинка с видеорегистратора. Видеорегистратор работает сейчас по точке доступа, то есть функция вот точки доступа напрямую по Wi-Fi соединяется он со смартфоном. И вот картинка с видеорегистратора. Что еще интересно, смотрите, ну тут сразу, сразу вам покажу. Кто-то задавал вопрос, как сделать фотку с видеорегистратора. Видеорегистратора, смотрите, в приложении можно ее делать. Раньше, это сейчас уже прошивка, у меня новая стоит. Установилась новая прошивка, именно в тот момент, когда я зашел, давно не заходил, потом зашел, обновилась прошивка. Но это хорошо, потому что с новой прошивкой все какие-то проблемы в видеорегистраторе решаются, которые были на тот момент. Значит, где это можно найти? Смотрите, вот настройки. Смотрите, все есть. Экранная заставка часы появились. То есть, когда у вас видеорегистратор, ну может успеет сейчас он перейти в тот режим, я вам покажу. В режим, когда у вас установлено там через какое-то время, экран гаснет. И просто вот такие классные большие часы, цифровые, будут на белом светиться на экране, на дисплее видеорегистратора. Кстати, очень помогает, это заменяет вам ваши автомобильные часы. Так, опять же, все тут вот, отчет о вождении какой-то, это я уже не помню, что включил, вот только недавно заходил, включил, что, но не помню. И, кстати, ездил-ездил, взял карточку, вытащил, вставил, нужно было сюжет слить с карты. Смотрю без звука, что такое. Захожу в приложение, у меня аудио было выключено. Разрешение у меня вообще стояло на... И какая-то картинка, смотрю, как вроде бы раньше лучше была, намного лучше. Смотрю что-то не Full HD. У меня было 1280 на 720, 30 кадров в секунду. То есть, у меня в режиме одного мегапикселя он стоял. Даже не в вожди качестве. Переключил я, вот, Full HD. Поправилась картинка. Водяной знак, включить-выключить можно. И тот, который красный, в верхнем левом углу. Ну и система ADAS, включить-выключить. Это я там показывал вам в том видео, рассказывал, что это такое. Экран выключить через 10 минут. Вот, можно поставить через одну минуту. И сейчас именно перейдет в режим часов, я вам покажу. Это уже в новой прошивке. Так, что еще? Локальный альбом, это те вот фотографии, где вы делали. Сохраняются они, ну, уже на смартфоне сохраняются. Кстати, тут, тут же можно зайти на микро-SD карту. Вот, показывает, что телефон пошел считывать микро-SD карту. И тут можно уже просмотреть видео с регистратора. Вот, какие-то короткие отрывки я снимал за столом. Вот, смотрите. Обнаружено новое ПО и обновление. Текущая версия 0.16, новая 0.26. То есть, обновления приходят регулярно. Пошло скачивание. Ну, как бы рекомендуется их устанавливать. С ними более корректно будет работать устройство. Подключите видеорегистратор. ПО готово к обновлению. Загрузить сейчас. Загрузить. И вот, на экране видеорегистратора Показано, что тоже обновление. Обновление идет. И здесь. При этом понятно, что питание видеорегистратора должно быть постоянно включено. Чтоб не произошло никакого сбоя при обновлении прошивки. Питание должно быть надежное. Не полусдохший какой-нибудь пауэрбанк. По идее, все. В иероглифах я не разбираюсь. Скорее всего, может требуется перезагрузка, скорее всего, видеорегистратора. Ну, давайте посмотрим. Далее никаких действий не происходит. Пишет, подождите. Скорее всего, еще идет установка. Пошла перезагрузка автоматическая, как видите. Ну и готово. Видеорегистратор включился. И пошла запись. И вот, посмотрите. Вот такие вот огромные часы. Ну, это отличный вариант. Это очень классно. Выключился дисплей. И появились часы. Опять же, эту настройку можно включить. Можно выключить. Кому как. Есть варианты. После обновления прошивки, когда заходим в приложение. Уже видим, что нету таблички. То есть, указателя, что существует новое ПО. То есть, у нас последняя версия. Соединение установлено. И посмотрим по версии. Вот, да. 0.26 версия стоит. Последняя. Последняя версия ПО. В общем-то, какие обновления в этой версии, я не знаю. Ну, меня не сильно это интересует. Просто, кто давно не обновлял видеорегистратор, вот данный. Заходите. Удобное приложение. Версии новые приходят, ну, регулярно. А на сегодня все. Ссылку я на данный видеорегистратор оставлю. Переходите. Я пока лучшего видеорегистратора не видел. Может, кто что предложит. Отписывайтесь в комментариях. Пишите ваши отзывы, у кого имеется данный видеорегистратор. На сегодня все. Всем удачи. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok